Одни борются с мусором, другие хотят вернуть свои деньги. На скамье подсудимых оказалась Елена Резванова, многодетная челнинка. Женщина обвиняется в мошенничестве. Она предлагала инвестировать в китайскую фирму Ксиоми. Якобы компания дает технику по одной цене, реализовать можно по другой, а разницу оставить себе. Как выяснилось позже, все это оказалось своеобразной финансовой пирамидой. Сегодня состоялось очередное судебное заседание, на котором побывала съемочная группа программы Челны-24. В итоге остались без квартиры, без машины. Семья Снежаны Максимова не мечтала разбогатеть. Деньги были крайне необходимы для проведения операции ребенку. Всего около 2 миллионов рублей. Елена Резванова предложила помощь в приумножении денег. Моей дочери нужны были деньги на операцию. Мы продали машину, какие-то накопленные средства, отдали Елене для того, чтобы приумножить эту сумму до 2 миллионов и прооперировать дочь, которой в июне нужна будет операция. И в начале проценты действительно шли. Поэтому в капкан угодили и другие доверчивые челнинцы, которым 37-летняя Елена Резванова предлагала стать вкладчиками крупной китайской корпорации. Она предлагала людям вложить деньги на покупку телефонов, ноутбуков и другой техники. Якобы уже и покупатели есть. Минимальная сумма инвестирования – 9 тысяч рублей. При этом привлекали новых вкладчиков. Я не так давно была знакома, даже вообще не была знакома с ней. Тоже познакомили через хорошую знакомую. Она просто посоветовала, не хочешь ли немножко приумножить. О том, что все обман, стало известно только в конце 2020 года, когда Елена Резванова сбежала из дома. Люди перестали получать проценты. Тогда и в полицию начали поступать заявления. Некоторые потерпевшие познакомились друг с другом только тогда, когда начали судебное разбирательство. Как нам сообщили сами пострадавшие, общее количество, которые попали в ловушку Елены Резвановой, достигает около 30 человек. А сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей. Если ее вина будет доказана, то Елена Резванова может лишиться свободы сроком на 10 лет.